не заканчивается всем привет огурцы уже возим тачками вот такой вот урожай вот эти я хочу их на семена видишь вот эти оставить здесь вот этот уже вот его видишь уже можно выпустить поспел уже вот таких много я вот хочу их вот поспел на дыню больше похоже своих хочу попробовать на следующий год немножко покупных попробовать и выпустить своих ну просто бабушка у нас раньше постоянно свои все упускай и они садили просто это же деньги экономит просто сейчас одна пачка 50 убийства это пристрой у нас потихоньку строится сейчас покажем сколько я уже успел построить что пойдем вовнутрь расскажем какие у нас планы дальнейшие значит сначала мы хотели окно сделать вот таким но что-то как-то маленькая но сейчас мне кажется нормально вот так вот сейчас нормально вот это будет окно у нас сейчас сделаю уже перегородку специальную для окна и сюда ее размещу выложу еще вот этот ряд верхний и наверное все в этом году посмотрим может здесь еще немножко добавлю что доска же там пойдет но от щели придется затыкать почему значит у нас ну дальше мы не будем делать погода плохая и еще посмотрели что мы наверно кто не в курсе потому что как-то смотрят что потом ну вопросы задают вот эта стена видите вот она здесь как бы крыши мы ее будем поднимать вот до верха но что она будет высокая вот такая и нам вот эту здравствуйте и нам вот эту всю крышу ну-ка такая это убери он туда стану чтобы видно было вот эту всю крышу нужно тоже будет поднимать здесь будет брус куплен и тоже он поднимется вот примерно вот на такое расстояние вот так вот где-то нужно все это поднять это надо вдоль я не знаю сколько тут брусьев или два ряда или три посмотрим и значит вот эти перегородки тоже нужно будет поднимать и вообще вот эту крышу придется тоже ее как-то немножко переделывать потому что пойдет скат вот оттуда где-то вот так вот сюда сейчас погода плохая я еще посмотрел вот здесь вот видите все гневые вот они ну да тут не знаю из всего чего попало делали вот это все нужно покупать новое новые доски чтобы крышу делать новую полностью переделывать здесь гнилые доски полностью гнилые придется покупать новые доски и переделывать вообще полностью вот эту всю крышу ее утеплять сейчас мы думали что сентябрь будет теплый но по прогнозу погоды сегодня будет стоять ну да мы не успеем на той неделе только будет стоять ну а нам еще надо выкопать картошку еще картошку надо выкопать да ухажай собрать весь ну да мы никуда не торопимся у нас дома газовое отопление стоит это горелка и в принципе мы еще можем ей пользоваться нормально такие как пользуюсь да как раньше пользовались так и будем в этом году также ничего страшного нет а потом уже в следующем году летом уже начнем дальше строить главное что процесс пошел сейчас вот вот так вот значит доделаю еще вот думаю как вот временную крышу сделать просто я думаю доски нет сначала вот отсюда вот доски вот пойдут одна доска вот так сюда потом еще одна доска еще одна доска а потом на них уже вот почему шифер еще вот так доски прикрутить надо будет вот видишь как вот здесь сделано обрешетка и потом уже положить просто вот эти листы но их тоже надо покатить чтобы не так понятно что надо будет вот по этим отверстиям вот эти доски вот эти ну расположить чтобы лишние дырки не делать в листах на то же место прикрутить здесь возможно что придется наверное ну я посмотрю я доску вот так от положил как она пойдет и здесь вот еще положу чтобы здесь не было вот такого дыры такой что как бы как больше можно закрыть а потом мы здесь не знаю чем-то или целлофаном или чем-то просто закроем или с той стороны это прикручу фанеру какую-нибудь чтобы просто вот эти щели закрыть и все и заморозим пока стройку до следующего лета сейчас конечно начнутся комментарии что вот вы там ездите если как-то не лучше бы лучше бы здесь все построили но у нас как бы тоже надо и отдохнуть и дом попроведывать надо было там мы многое там тоже сделали работы в доме на юге много работы сделали у нас ничего не горит жить ездим но все как бы функционирует отопление все мы не разобрали она как было такие осталось просто здесь уже готовое помещение будет и следующем году будет ну как проще начинать продолжение да надо будет брус купить и доски потом еще видишь надо утеплять крышу а сейчас вот это вот все читать ладно бы вот эту просто крышу делать а тоже ведь основную надо делать а представляешь дождь пойдет это все в дом все там за это промочится я потом буду делать частями я вот эту крышу разберу вот здесь вот здесь вот в этой видите она станет выше где цвет то чем вот видите она какая вот эту крышу сниму подниму ее и уже отсюда начну вот раз вот так вот здесь крышу сделаю здесь и потом так дальше потом то помещение разберу она как бы будет двигаться вниз да потихоньку потому что значит работаем мы с машем вдвоем и как бы быстро то все равно не получится все равно тут надо еще вот думать как вот эту крышу сделать чтобы она потом не протекала ничего то торопиться не надо надо потихоньку и хорошая погода должна быть и значит что у нас получится вообще зачем мы это делаем скажите на фига вы это делаете вы видите дверь она очень низкая на меня нормально вот маша проходит а я вот вот видите вот мне постоянно приходится нагибаться дверь значит это все поднимется и сюда можно будет поставить нормальную дверь сюда поставим и сюда поставим тоже если опять не переедем куда-нибудь вот ну чё надо все равно что-то делать вот это мы тоже поднимем потом как-то может по-другому что-то сделаем посмотрим значит по кирпичам чего у нас вот уже практически завершению но я так и думал что останется да почти что полный поддон блоков остался все все там на некоторые начали это извить кирпичи кирпичи чё-то их кирпичи это же блоки но блоки чё блоки кирпичи вот блоков много осталось но еще они уйдут где-то наверно половина останется всего это так мы брали запасом потому что вроде бы как когда приехали они целые я и так уже вот видите вот какой-то я не знаю как бы кто-то тут откусил он видишь как есть были вообще отколотые вот здесь бракованные попадаются поэтому запасом берем он здесь вроде бы как нормальные а там начнешь разбирать и на середине там вот видите вот она вот так это отваливается вот такие вот куски ну я их потом куда надо вот половинки я распиливал и куда их делал вот они но вон осколков сколько это мы что-то мы начали на эту на пену то делать машинка какая эта пена не такая вроде лучше было который мы тот пристрой строили и тут тоже сделали экспериментальные приклеили вон он крепко держится вот этот кусочек приклеили к этому ничего нормально получилось потом еще вот так уже замажем здесь вот это пройдемся все сейчас буду дальше работать наверное сегодня уже а нет сегодня я вот эту перегородку сделаю из двух кирпичей туда арматуру помещу посередине на два кирпича и зальем ее цементом и он надо чтобы он высох и потом уже туда тяжело будет на поднимать его такой двойной кирпич два кирпича ну как-нибудь потихоньку поднимем я может по один подниму так у нас осталось еще но тут немного песка щебня и значит у нас еще там есть щебень и вот здесь вот песок надо его тоже раскопать еще остался у нас цемент вот это ведро цемент вот читай можно сказать мешок да и здесь раз два три 4 4 ведра цемента и о 4 мешка 4 мешка можно сказать 5 мешков цемента осталось вот ведрожина от этого мешка и так он стоял он нам не понадобился 5 мешков цемента я хочу вот эту площадку зацементировать значит здесь выкопать немножко опалубку поставить в том гараже кирпичей много набросать сюда кирпичей какой-то там железо какого-то там и все это зацементировать чтобы здесь вот был не было грязи хотя бы такую площадку если там будет оставаться но я думаю есть но посмотрим короче сколько получится столько сделаем если нормально получится то это можно потихоньку вот так цементировать будет да и все кто-то говорит бетономешалка у вас уже пропала куда-то куда она пропала то вон она тут стоит все говорит один раз показали и продали на авито продали бетономешалка все бетономешалка есть можно быстро потому что вот здесь постоянно грязь и когда заезжаешь из магазина откуда-то приезжаешь сначала выгружаешь же продукты там что привез и вот выходишь здесь и вся эта грязь потом домой тащится вот это все на зацементировать нормально будет о смотрите какой большой лебедь вообще громадный они уже в стае там собираются тысячами но много-много этом на полях вообще там их очень много все на юг полетели спрашивают тепло ли у вас у нас уже холодно несмотря вот в прошлом году в сентябре было тепло а в этом уже и в октябре уже вроде бы как и скоро на снег выпадет вообще вот вспоминаем юг что как там тепло и вот нам не хватает тепло кто-то говорит дайте нам холод писали с крыма до что он них жара но вот 30 градусов 31 на юге это нормальная температура вот мы хорошо чувствуем себя вот в этом году до если бы у нас здесь было плюс 30 здесь вот почему-то жарко а на юге плюс 30 да там из-за влажности скорее всего вот так что хочется тепла но похоже уже все я говорю давай маша это зимой будем жить на юге а летом сюда приезжать как дачу здесь здесь тюменской области вот что нам нравится что особо сильно не надо поливать не надо поливать не картошку там что там ну морковку тоже так поначалу сначала поливаем а потом уже не поливаем а потом дождики появляются краснодарском крае надо постоянно все поливать ты гриш ты не видела по желтели а подожди там же написали что досточку надо под арбуз положить чтобы там может еще под другой на держи я еще одну возьму а ну вот три начинаю что-то передавали что заморозки будет ну там даже вы на 72 руб писали нет ну так вот вроде бы я еще и куртку я делал так сверху а я потому что ты хотел мне жарко стало я хотел куртку снять а ветер дует и это начало продувать так еще можно заболеть у ты блина слон сейчас погода скоро наладится и будем убирать но нет надо чтоб подсохла все равно вот наш арбузик значит это как имел по сортам это вообще промах я не знаю опять чей надо взяться это следующем году как-то ответственнее к этому отнестись и записать вот даже не знаю у нас там разные сорта были арбузов мы покупали да и что-то посадили и сами не знаем какой сорт здесь вот этот какой хорошо вырос вот этот видите вот какой-то такой короче минус нам за это давай сюда спрашивали про сорта и как вы садили мы семечками а семечки значит проращивали и и потом садили вот это у нас навозная куча это от коровы тут и от коровы и от поросят все вместе вот здесь вот на навозной кучи хорошо растут какой сорт к сожалению не можем сказать как это называется огонек или в сибири или сибирский какой-то там вот у брата у моего у него большой тоже вырос арбуз он какой-то сибирский сибирский сорт специально для сибири он садит все хана с дынями что-то не не получилось даже на навозной грядке они как-то это так и и а чё она смотрит павла как-то с ума от павла ну он можно разрезать она мягкая да ну давай попробуй это тоже они все уже отвалились сами похоже может это колхозницы вот эти да тут уже ловить не тут он взяла уже сгнила смотри может она и хорошим а так он пахнет хорошо такую то но сейчас уже немножко тут лицо и пахнет но так то он что как будто бы она спелая была чего эту картошку здесь я садил как делал типа кургана такого бугорок такой и в него садил картошки сейчас посмотрим чё повышу мелкая не очень но может это это она хвальная такая ну нет ну там уже тут крупную мы откапывали вообще повыша там пойдет вовите так я делал для эксперимента вот такая немножко нету больше нет лучше садить короче по-нашему по старинке сейчас разрежем вы не она побежали домой он дождь опять пошел а потом не было ни гусениц ничего же не было да то маша специально садила возле капусты как это цветы называется бархатцы они отпугивают но жучков вредителей всяких на было помыть хоть и мучи домой пойдет а но мы же помоем это поросятах здесь помыли дыньки можно правда у ну-ка отрежь мне кажется она спелая смотри а может мы вообще проворонили ну давай так а зачем ты так с этим надо было их вытащить семечки то они вон видишь кожура все ну попробуй на вкус то и и чё дынь и пахнет но несладкая несладкая да чё это тоже ну вот бывает же не доспею да ну как они не заспели вон уже кожа слазит вон она какая мягкая так-то она же мягкая вообще ну вот так колхозницы они вообще сладкие но она видно что поспела почему сахара мало да теперь видишь вот так и как бы есть аромат дыни да а сладости мало вот аромат вообще хороший даже не вот не склонить когда покупаешь вот когда почти не разбраю вообще не то а это дынный дынный пахнет сделали с сахаром вкуснее детям понравилось матвей говорит даже сильно сварх ты вон надо вон ту вот эти остатки тоже сюда перемешать сейчас буду делать перемычку для окна сверху которая будет проходить разместил блоки на лавочке по уровню все чтобы более-менее ровно было сейчас их склею клей пеной когда они склеются то сверху потом надо будет делать до вырежу здесь углубление и туда арматуру как у нас не арматура будет железо это я ему подсказала все склеить да да я тоже хотел я просто забыл ты мне напомнила ровно высохнут они склеются и потом вот здесь вот вырежу углубление и туда арматуру и зальем потом цементом у нас клея нету у нас песчано-цементная смесь это песчано-цементная смесь это не клей продаются конечно готовые такие блоки но это их отдельно надо покупать там где мы покупали их может может были может не были но проще сделать так самим а может и не проще ну короче будем делать сами вот есть вот такая железяка будем его внутрь делать да ну ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня дети не пошли в школу, потому что у нас будут отключать свет. Говорили, во сколько отключать? Девять часов нужно будет отключать. Но сейчас уже... Десять минут двенадцатого. Но свет еще не выключили. У детей внеочередной выходной, они рады, что в школу они идут. Спрашивали там первого сентября. Ты же снимала? Да. Но на перезагрузке будут... Немножко там. На перезагрузке будет видео, как дети пошли в школу. Только вот Маша забыла отснять букет. А, кстати, там букеты. Что с букетами было? У Наташи... У Вани с Наташей собрали классом деньги и купили один букет учительницы. Да. Класс собрал, и один большой букет они подарили учителю. И как у Наташи, так и у Вани. Первый у Вани, хотя и они так одиночные, еще как обычно. Каждый сам дали. А потом все, родите еще, давайте, кладем шею и купим. Чтобы учить ее не таскать, букеты большие. Ну что много, да, букетов. Да и так-то, в принципе... Удобно. Ну да. Сейчас букеты дорогие. А первоклассники все покупали букеты. Мы Матвею покупали букет. Сначала заказали букет. В интернете нашли, какой хороший, красивый букет. Заказали, они сделали, но цветы, которые они сделали, они все были старые. Ну как подвявшие такие. Не понравилось. И пришлось покупать ну другой, в другом месте, другой совсем букет. Но он тоже был очень похож, на какой мы хотели. Жаль, что Маша только не сняла. Я не сфотографировала. Ну, а меня не было, потому что там приезжал Машин брат, мы там с ним ездили по делам. И поэтому, ну, короче, я пропустил этот момент такой торжественный. Ну я так снимала детей, как они собраны. Это будет на перезагрузке. Маша потом смонтирует видео и покажет вам. Сегодня мы поедем в Залдуковск. Надо опять поросятам покупать корм. Поросят много, и они седают очень быстро. Ну да. Сейчас цены на поросят, обычно же весной покупают поросят, а осенью уже поросят никому не надо. И цены низкие. Если весной, там цена, сколько мы там видели, пять тысяч, да, за поросенка. А сейчас и... От двух тысяч. Но. А как-то за две тысячи жал это... И хвостик-хвостик, столько кормишь, и за две тысячи, что и продавать. Что, рады, что в школу не идете? Все, уже начали учиться. Матвей тоже пошел в школу, ему что, нравится, да? Пятерки уже получают. Пятерки. Матвейка, иди сюда. А. Ну, одень шовты. Он не одет. Ладно, пускай сидит. Потом расскажет, как ему... Кто-то там ешку потерял. Ешка живет у бабушки. Он домой вообще не заходит. Ну. Очень-очень редко. Составляет компанию бабушки. Сейчас будем собираться и поедем в Залудуковск. Ну, там еще продуктов купим, как обычно. В парикмахерскую только не пойдем. Или ты? Нет, не надо. Никому не надо. Еще рано. Еще рано. Попозднее. В коридоре у нас тут немножко преобразилось. С Васей мы посоветуемся. надо сюда какую-то полочку. И вот такая маленькая. И Маша заказала вот такую маленькую полочку. Но она состоит из двух полочек. Сколько она? 500 рублей, да? Стоит. Вот такие вот деревяшки. Это ДСП. Я вот потом начал там разбирать. Я ДСП нашел. Можно было из нее полочку сделать. Просто, что вот угол взять там. Все так отламинировано. Что удивило в этой полочке. что с ней идет вот это крепление. Вот такие болты. Где они? Вот такие. Вот сейчас. Тут же осталось от той полки. Вот такие. Вот. С этой полочкой идут вот такие. Надо было заснять как-то. как-то я ее монтировал. Вот такой бюпель. Вот видите. Вообще. И вот такой штырь. И такой штырь. Я сначала думал делать. Как его делать? Нет, никак. Просто, что такую здоровую. до такой полочки маленькой, да? Ну, ладно. Все равно просверлил там сверло взял такое. Стави ее все на пык. Тут можно это наверное гирю тысяч килограмм. Наша рыбка сюда пошла. Но ты специально для нее и покупал эту полочку. Да. Потому что я хотела ее сюда поставить. А потом вещи сюда. Дети к школу приходят сумки ставят. Одежду. Матвеичка вон. Куртку сюда сюда кладет. Все достать до вешавки не может. Что разобьется. Все. Уронят и разобьется. А потом говорю надо что-то другое выдавать. Вот. Еще оно тут никому не мешает. ароматизатор воздуха. Вкусно пахнет. Ну, а что оно так красиво так стало смотреться? Ну, хорошо вписалось, да. Решили взять немного опилок для поросят. Сейчас будем нагревать на пилораме. запах такой, да. Набрали опилок, купили отруби, пять мешков. На неделю хватит. Надо вообще с прицепом приезжать. Ну. Загружать. Ну, так тоже съездим, развеемся. А если много возьмешь уже все? Там долго не надо ездить. Погода сегодня хорошая. тепло? Сегодня да. Айфон ты что захочешь? А, Потом сразу хоп туда бы. Что заехал? Что-то жарко даже встало бы, Как всегда нас встречает солнышко. Ну, погода налаживается. Сейчас пристрой доделаем. Картошку начнем копать. И картошку начнем копать. Картошку выкопаем, потом милость буду убирать потихоньку. Ее тоже надо пить и рабатывать все. А сколько цветочков сидит, да, красивых. Ладкая парочка. Мы вам гостинцы привезли. Я их вот притащу. Они убегают от меня. Твою ясно. Понюхай, что маня. Смотри, маня. Ну, ладно. Купили кошкам. Ну, и себе тоже. Пожарим, наверное. Куда их? Сюда? Да, поставь сюда. Смотри. Вы что, не унюхали что ли? На. Смотри. Брось ему. На тебе. Смотри, он еще дергается. А они свежие. Ну. Сюфка понять. А это вообще понять не может. А она скажет, я такую живых не ел. надо мне сварить сначала или пожарить. А он смотри. Ест как. А что я слышал, думал, что желтые караси, а не белые? Желтых не было, он сказал. у него там женщина подошла спросила, говорит, в этот раз желтых не было. Но они и так кажется, как желтенькие. Ну, пожарить, да, нормально будет. Свеженькие. А это что-то даже не Каращ, каращ, каращ. Вот, видишь, как он стал. Он говорит тебе что-то. Вот, видишь, привет, Маша. Как твои... отпусти меня. Я твоя жеванья исполняю. да, ладно, уноси. А что уносить, надо сразу почистить. Бутылки с собой забыли взять. Пришлось купить воду такую вот. А я! Ты что, зачем отбирать? Да я, скажу, у меня ик... Посмотрите, икара есть, Да ладно, вон, все, убежала. Сыгра по меня. Не еще лезьте. Как всегда, кайф мази. Это опилки, здесь кости барона купили. Это тоже барона в лапсу вот такую варим. Кочаник костюшка. Угу. Любит он. Вон ему надо было дать костюшку. Сейчас буду носить мишки. мишки. Так, что такое? Сейчас вот такое. Стой, стой, стой. На. Сейчас вытащим тебя. и что? Сейчас он закопает ее. Потом я ему тут корм навоила. Мы что-то делали. Я его закрыла, поставила, он вывоил сюда, закопал. Я тут сижу, думаю, что он там роет. Он разрыл, а у него там кучка такая была. Заначка. Заначка. Думаю, что он жарит там. Потом подошла, посмотрела, я говорю, ты что, оно же грязное все. Соблова выборчего нового ему навоила. Упилки. Это все по трубе. Курочки молодцы. Кладутся потихоньку. А вот на травку пошли. Ну я я сюда выпускаю всегда. А сегодня уехали и выпустили. просыпаем в хранилище наше. У нас уже тут целый склад мешков. что-то в этот раз мешки поменьше. Но как-то это еще один мешок войдет. Потому что я этот раз высыпала два мешка а тут полное все было. мешки да хватит. Ну так еще один везет третий сюда. еще один. Вот им пять мешков на неделю. Еще плюс картошка идет. Вон они носики выглядывают в них. Вон они тоже бегать собираются. Бегать им надо. Да? Вон они выглядывают. носы. три мешка сегодня вошло сюда. так постоянно в два ходит. Еще то три вошло. Значит быстро кончится. Сейчас картошку начнем копать. Милочь пойдет овоща там ложить. Все. Закрываем. вот остается у нас два мешка всего. А я сейчас тут закрою. Там откроют и они туда пойдут в оборот. Сейчас на баллоны выпустят. Сейчас выпущу. Он пищить хочет. Давайте я вам прямо закрою. Закрой меня здесь. уйди отсюда пес. почистила я рыбу. Помыла. Это сейчас идет в холодильник у меня. А вот эту рыбку буду жарить. Нам столько хватит. Потому что Матвеечка не ест рыбу. Ваня тоже не ест рыбу. А нам на четверых хватит этой рыбы. Кошки они только едят жареную вареную. Барону дала. Барон тоже кушать не стал. Крякся тоже не ест рыбу. Она только ест жареную и вареную только рыбу. Уберу в морозилку и потом будем это когда достанем сколько надо и пожарим и сварим там. вот так вот достать видишь тут не хватает немного так много я скажу услов вообще обещаясь как я не знаю как мы будем поднимать ее вообще ну давай давай сюда и подружу туда на чтобы она ровная получилась она наверное засохнет вот это что ты давай иди что туда надо сюда как мы будем поднимать но если она развалится пока мы ее тащим то значит она вообще нафиг не нужна она не должна развалиться ну главное чтобы вот эти углы какие-то там вот смотри почему тут больше получилось где это я и так вот так делала ну ладно нормально буду сейчас зарит грибку приготовим муку сою я сюда перемешиваю муку сою обмакиваю сюда и на сковородку уже сковородку налила масло будем включать так и вот так обмакиваем немножко в серединке надо посадить потому что серединка может не соеная будет вот так вот и все и все ковальчики так вот так вот серединке подмакиваю подмакиваем муку и на сковородочку вот так и нитки так же так карасикам давно не ездали ладно пусть жарится Наташа пришла помогать, уже три карасика пожарили. Я много не стала. У тебя тут чешуя от рыбы, ты как русалка. Да, еще не наелась? Еще пусть. Сейчас пожарятся карасики, покушаем и будем отдыхать. На сегодня на стройке все дела закончились. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok